В Волосовском районе, в деревне Робитице, завершается строительство нового детского сада. Здание рассчитано на комфортное пребывание 100 ребятишек. В группах высокие потолки в 3,5 метра, теплые полы, просторные группы. На улице будут игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, дорожки, газоны. Строительство ведется в рамках реализации государственной программы устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области. Это проект уникальный. Здесь есть и спортивная группа заниматься, и актовый зал. Оборудование полностью мы, наша фирма монтирует оборудование в этом детском садике. Мы делаем благоустройство в этом садике, монтируем детские площадки. Все коммуникации в этого здания подведены. Подведена и отопление, и вода, и охранная сигнализация, и слаботочная, и пожарная сигнализация. Мы стараемся, чтобы он был качественно выполнен, чтобы люди через 10-20 лет нам говорили только большое спасибо. Прежний детский сад пришел в негодность и стал маловат для всех желающих. Новое здание и по масштабам, и по оснащенности отнюдь не деревенская усадьба, а эдакая столичная штучка соответствует всем современным стандартам. После сдачи нового объекта в эксплуатацию в деревне будет полностью ликвидирована очередь до школьного учреждения. Племенной завод Робитицы – крупнейшее хозяйство региона, а по молочной продуктивности – лучшее в России. Все здесь новое – и фермы, и технологии. Правда, в самой деревне Робитицы, где проживают животноводы, специалисты, механизаторы, новых объектов давно не бывало. Десятилетиями здесь не строилось жилье. Но в этом году, благодаря реализации государственной программы устойчивого развития сельских территорий, в центральной усадьбе началось строительство нового дома на 30 квартир. Строительство многоквартирного дома и строительство детского садика в нашей деревне – это большое событие, потому что для нас это были несбыточные мечты в свое время. Мы долго этого ждали. Пришел к нам поселение «Инвестор», который инвестировал данный проект. Деньги инвестору вернутся благодаря государственной программе. И мы также будем продолжать работать в этом русле, чтобы закрепить молодежь у нас на селе, закрепить специалистов у нас на селе, чтобы наша деревня жила. Совсем скоро новоселами станут участники государственной программы, получившие сертификаты на улучшение жилищных условий. Жители деревни – работники животноводческого комплекса. Данный проект является пилотным. При застройке Ленинградской области материалы используются только отечественного производства. Полное император завещения, поскольку мы планируем строить данного рода проекты по Ленинградской области. И в дальнейшем, соответственно, строительство качественное. Дом планируем закончить согласно срокам в летом будущего года. Срок и качество. В новом доме стоимость квартир на 70% оплачивает государство. И только 30% – сами будущие новоселы. Стройка детского садика и многоквартирного дома, так же, как и получение сертификатов, это происходит благодаря комитету по агропромышленному комплексу и правительству Ленинградской области. В этом году мы также попали в программу на проектирование 125 домов в деревне Заханье. Жители давно хотели провести газ в свои дома. В этом году мы делаем проект с помощью программы через комитет АПК. И в следующем году мы планируем уже провести газопровод людям. Так же в планах наших вступить в программу по воде, чтобы провести в деревне Робитице новый водопровод. В Робитицах завершен капитальный ремонт дома культуры. Построена универсальная спортивная площадка. Большим достижением является то, что в деревне удалось полностью заменить тепловые сети. Сельское поселение активно участвует в нескольких программах, использует областные и федеральные деньги для развития территории и получает результат.